Для чего грабили город? С какой целью? Очень простая ситуация. Путин через своих ФСБшников перетер, переговорил с Такаевым, что или ты будешь всю жизнь жополизом, и как Путин всю жизнь носил чемоданы с общаку, так и ты будешь до конца своих дней, а так ты будешь иметь миллиарды, станешь ханом, батыем, так же как и Назарбаев, сделаешь свой музей, где ты там руку положил, где ты присел, культ личности сделаешь свой. Только нужно тебе со мной дружить с Путиным, и смести все Назарбаевское. Но Назарбаев тоже не дурак. У него тоже есть свои криминальные уркаганские элементы, за его годы правления выращенные на случай его смещения или болезни, чтобы его клан весь не прибрали миллиарды к рукам. Вот Такаев, ставший каким-то лидером, заимевший официально силовые структуры, подмявший, и начал с Путиным, с ВСБ путиновским, вот такой дележ Казахстана, наших братьев-казахов, к которым при оккупации хитлеровской многие, не только комухи-коммуняки, туда спердоляли, чтобы оцалить свое жище, уберечь жизнь свою. И потом еле вернулись в Харьков, как бабушка моя. На каких-то быках, на валах возвращалась с маленькой мамой. То есть, вопрос остается только в том, что кто так неистово грабил центры столицы и другие города Казахстана? То ли это были урки Назарбаева, то ли это была ФСБшная шавка-структура или с бывшими вагнеровцами, переодетыми под... были кого? Подобранными под РСОПИС, под кшталт казахов. С другой стороны, зачем людям Назарбаева делать такой беспредел, грабеж, какой-то странный грабеж магазиновый? У них что, бабок своих не хватает? У них есть определенная была бы задача у криминальных элементов бороться с такаевским нашествием. Чистой такаевской. Но это нелогично, чтобы противостоять такаевской банде убийством цивилей и разграблением. Чтобы это был повод для Путина и это был казус Белле для введения войск, после которых бы эти войска, после введения которых бы зачистили поголовно бы всех криминальных элементов, как это было в этом ЛДНР, Назарбаевских бы. То есть криминальным элементом Назарбаева это было нелогично, чинить вот этот беспредел. Абсолютно нелогично. Но логично это было делать, беспредельствовать, убивать, грабить. Именно путиновским ФСБшникам или вагнеровцам, переодетым, я же говорю, кого угодно, подместных жителей или еще какие-то красные куртки, какие-то шмуртки. Беспредел выгоден прежде всего был Путину, как казус Белле, повод, мотив для общественности, для самих казахов, для введения войск, чтобы их как бы не убивали, не грабили. То есть, чтобы они были на правде так званые миротворцы, путиновские войска. От страху, введенные от разграбления Алматы и чуть ли не спасения казахстанцев. То есть, путиновские ФСБшники с Такаевым договорились, что зачем тебе Назарбаев? Забирай миллиарды Назарбаева, мы поможем. То есть, они, путиновские ФСБшники, мы сделаем, они сделают так, что еще и сами казахи будут вдячны, будут благодарны в воду путиновских войск. И тебе миллиарды достанутся. Ну, обещанного от дьявола, обещанного от дьявола превращается в черепки. Тем тому, кто покусился на независимость Казахстана. Потому что, еще в самых первых, в Старом Тестаменте написано, что люди и власти сделали башню, начали поклоняться, говоря на одном языке. Ну, Бог посмотрел на эту всю хрень и подумал, да нафига я сотворил планету эту, землю. Чтобы они тут собрались, блин, в одном месте кучковались, блин, как матки в муравейнике, блин. Я же им волю дал, интеллекта там, подобного. Они кучкуются, блин. Смысл в земле тогда сотворения нету никакого. И он взял им языки, значит, помешал все, мол, и распуфырил по целому свету, чтобы они там шли, плодились, организовывались в нации, в народы и тому подобное. Ну, и потом приходили к Слову Божьему и к велению Бога. Только так. А Путин хочет сделать наоборот, империю сделать наоборот. Ну, идет против воли Божьей, просто-напросто. Поэтому у Путина получается покаместь, для того, чтобы кроваво научить тех самых казаков, украинцев, да и тех самых россиян, что Путин поступает как дьявол. Но бороться с Путиным должны люди сами, и россияне, и казахи, и украинцы. То есть, каждый казах, каждый казахстанец пусть подумает своей елбасой. Для чего грабили город? С какой целью? Да вот именно с такой, чтобы сейчас граждане с перепуху ходили и хвалили, такая и оккупационные путиновские террористические войска, что он их избавил от мародерства, от убийц, насильников, волтителей, вырезающих бошки и тому подобное. Только и всего. А то, что они опять на множество лет, как и при Назарбаеве, окажутся, как козлы, отпущение, как биомасса, хвалящая своих баев, узурпаторов, культ личности, то есть их почистили, расстреляли, а они потом хвалят, ходят в музей культ личности, где пернул Назарбаев, где еще что-то он там сделал. Что это за нация, что это за страна такая? Как так можно с собой поступать, казахи? Unbelievable, не самович. Какая мотивировка была у этих банд, которые грабили Казахстан? Стольбец, магазины убивали, чтобы, если это Назарбаевский, чтобы это не досталось никому, мы вот уходим, грабим, чтобы не досталось никому, блин, и на зло, да? Кому на зло? Не складывается логика, что это Назарбаевский. Может, они продались, путиновских силовикам были Назарбаевские. Выходит так, что простые люди, не только казахстанцы, и белорусы, и те самые украинцы, не могут сделать свою, себе же, в своей стране, на своей территории революцию, и снести узурпаторов воров. Не могут. Потому что ими, вместо для мировой общественности, покажут картинку, что якобы они дичь, они дикие, с пальм слезли, начали грабить магазины. Покажут картинку, как это, значит, один идет перестрелка, а один типаж выскочил из канистры и сливает в это время бензик. То есть, говорят, вот смотрите, какие они бедные, настолько они бедные, что, несмотря на пули, сливает бензик, как будто казах или казахстан, нравится. А мы что, смотрим по древьим аналитикам, что ВВП на душу населения в Казахстане, если это не чипки, больше, чем в Беларуси или даже в России, то есть, уже не складывается, что какой-то бедолага, несмотря на колыметный огонь, выскочил и сливает бензин. Значит, это делалось руками вагнеровцев, руками путиновских силовиков, так, как он помог в свое время, тем самым сделал, очернил казахов, что они дичь играли в магазины в 11-м или в 10-м году. Так то же самое, только с Такаевым он сделал, Путин. Так же, как он взрывал дома свои, чтобы к нему в ножки пришли, поклонялись люди и сказали, все, зачищайте кого угодно, только не надо, она у нас дома взрывает. То есть, люди патроналистически обратились бы к власти. По той же причине, те, которые грабили, они не дали народу, не раздали оружие, которое они разграбили, ну, часть какая-то осталась, да. Сейчас это... затаились, те, у которых оружие, и ждут момента. А какого момента они ждут? Ну, пусть ждут, потому что сейчас реально не момент. Потому что может быть еще хуже, потому что в Казахстане не так столько много аж людей, чтобы противостоять путиновской наваля с помощью лукашенковских шавок, к тому же, в разных сапогах и казахи. Вы теперь понимаете, в чем сила той революции, которая удается, хотя в Украине, если бы Украина вошла в НАТО в свое время, не было быт листока, которая не входила в НАТО, то и революции никакой не надо было. И Крым бы наш, и газ на шейфах был бы наш до сих пор и Донбасс, и все бы было all right и окей. И Джон Хьюст, что там, который организовывал Донбасс, Донецк, дух этого англичанина возросся многократнее, кротнее на Донеччине. То есть, ладно. В чем сила? В сила монархии, государственности, революции. А не просто отомстить Лукашенко, Януковичу или Назарбаеву. Отомстить без цели, без предводителя. Значит, в этом случае в Казахстане не было предводителей, потому что они, эти предводители бы гражданских с требованиями для мира быстро бы зачистили путиновские силовики. которые были координаторами и организовывали погромы для того, чтобы очервить всю революцию. То есть, невозможно сделать революцию, потому что она очервится. И тех людей, которые погибли реально за революцию, тоже они очервятся. то есть, кровь, сила и прогнение желания построить демократическую Астану, Казахстан. И страсть этих людей, она очарненная до такой степени, что теперь оккупация и люди еще и хвалят эту оккупацию от тех, кто как бы зачинщики, революции, они плохие. То есть, они свою кровь не пощадили для революции и они остались плохими. Значит, нужно путь какой-то пойти казахам от тупости этой, которая преследует их многие десятилетия. Их чистят, зачищают кроваво. А потом они ходят в музеи тех, которые их зачистили. Вот этот делириус, маразм, когда-то должен исчезнуть. Только все, в руках Бога. Естественно. И христианских ценностей. Когда это поймут казахи, тогда несомненно, потому что белорусы этого не понимают, украинцы этого не понимают, поганцами были, тогда несомненно придут перемены к тем душам, которые готовы к этим демократическим, зажиточным, справедливым прежде всего переменам в своем государстве, к правовым переменам. А не просто там отомстили, о-о-о-о. А ими отомстили воры, которые теперь будут гравить в окротный Казахстан, потому что им нужно еще больше бабок, потому что Назарбаев не нападал на Украину и на Европу, а Путину нужно еще больше бабок, чтобы нападать еще больше на Украину и на Европу. И это Казахстан самое лобное любимое место теперь. Дуйте вас, казахам, к сожалению, чтобы нападать на нас, на правовое, еще и коррупционное, хоть какое-то правовое государство. Продолжение следует...